добрый день дорогие родители школы австралии татьяна давыдова и потихонечку потихонечку холодает наступает очередная зима она наступает и мы не почти посередине учебного года но где-то там и некоторые из нас начинают задумываться о том правильно ли они выбрали школу для своих детей ну кто-то в шестом классе они у нас поступают селективку потому что русскоговорящая формула это мы учимся 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 в шестом классе по-любому несмотря на достижение пробуем селективную а вдруг даже те которые учатся не очень ну потому что может быть случится какая-то магина тесте и нам повезет потом у нас начинается план б ну ладно если не поступим мы пойдем нашу государственную по адресу проживания есть формула когда мы уже что-то выбрали в районе частной школы у нас там есть места и мы приняли решение отложили кучу денег и дети туда но возвращаясь ко второй категории когда мы идем государственную по месту проживания где-то примерно в мае месяце апрель май у родителей начинаются такие вот внутренние терзания что вот тест селективку где-то уже сдали где-то у нас следующей неделе и мы понимаем что возможно мы туда не попадем а если хотите узнать попадете или нет я могу это принципе за три минуты сказать посмотрев на некоторые из работ ваших детей но мы начинаем терзаться что же делать что же делать государственно это у нас окей но может быть мы можем что-то еще успеть сделать лучше и вот мы мучаемся мучаемся конечно же в какую-то накрутить на и крутейшую час но мы уже не попадем это сто процентов потому что там места уже все заняты из и туда подаваться нужно за несколько лет вперед только чудом как-то туда можно попасть и я говорю о 70 процентов процентах школ австралии это где примерно 40 тысяч год у вас есть оплата хотя сейчас открываются многие новые и скажу грешно грешно наша семья посматривает на одну из таких новых школ но я думаю просто для из-за любопытства они для того чтобы туда перевести ребенка на 4 года потому что у меня ребенок уже в девятых классовичем году переходит и убухать 40 тысяч на 4 плюс еще двадцатка сверху за форму и все остальное что там нам скажут что нам надо да то есть получается около двухсот тысяч долларов за четыре года обучения у меня вопрос возникает а что это мне даст в конце но что делают наши родители они понимают окей вот в эти дорогущие уже вроде не попадаем не успели запись длинная до мест мест нет наше государство в селективку вряд ли попадем наша гос как родители мне тяжело смириться с тем что я не сделал что-то большее для ребенка и вот именно отсюда растут ноги ведь можно что-то еще ну вот что же это такое может быть и как одна одно из решений этих проблем родители стучатся я называю эти школы получасные почему они получасные потому что они платные но эффекта вот как в топовых школах вы не получаете там особого поэтому и наполовину такие крутые скажем так то есть речь идет о школах за двадцаточку за 25 может быть ну где-то там за 18 тысяч в год такие вот получастные школы они часто религиозные католические или англиканские или еще какие-то и вот мы идем туда для очистки нашей совести потому что звучит то все равно частной можно сказать ему ребенок учиться в частной школе я вот мы такие но он учится не в лучшей двадцатке частных школ он учится просто в школе за которую вы платите и внимание новости рейтинги этих школ как правило хуже госшкол вашего района а если касается дела например моей личной практике то ко мне приходит оттуда такое же количество детей если не больше как и из гос и из частных крутых но наверное по ситуации буллинга это самый большой процент детей и по ситуации фрустрации родителей за того что со школы очень плохая коммуникация ничего не понятно ничего не знаю все за закрытыми дверями что ребенка происходит это такие школы это мой опыт я делюсь тем что знаю работаю я в сфере уже очень много лет и я сама не особый любитель этих школ потому что моя формула такова если есть 40 тысяч ну тогда платить надо 40 тысяч до самое лучшее и проверять эту гипотезу да ну вот отправляем в самое лучшее что есть у нас гипотеза что будет выстрел из этого вот давайте и проверим или же мы экономим эти 40 тысяч какой-то степени идем в школу по району потому что у нас ребенок в принципе так и ничего генетически ему передали очень хороший пакет генов и мы тратим наверное эти деньги тогда когда мы видим что у ребенка что-то или не получается или получается очень хорошо и мы можем туда добавить что-то сверху и мы углубляем знания или помогаем ребенку когда необходимо в нужный момент а вот это вот ситуация получастная я наверно рассмотрю только в одном случае когда у этой получастной школы есть какая-то сильная программа или спорт или музыка или что-то вот в этом роде да такое бывает часто это чаще это спорт вот этот тот вариант когда я скажу окей пожалуй это того стоит потому что на территории школы можно все это сделать потому что уверяю вас в академическом плане из опыта они довольно таки посредственные но если у вас есть к вопросу какой-то конкретной школе или как проверить правильным или путем вы идете товарищи вы знаете где меня найти с этим вас и оставляю